здравствуйте друзья мы с вами находимся в париже как видите идет дождь но мне это не мешает я очень вдохновлена и хочу поделиться с вами своим новым открытием об urban eco фермах такое явление как городская ферма urban eco ферма очень популярна по всему миру это весомый вклад в копилку важных экодел по сохранению пчел и обеспечению городских жителей экопродукции традиционные методы ведения сельского хозяйства наносят непоправимый вред окружающей среде агропром потребляет 70 процентов имеющейся в мире воды является основным загрязнителем воды пестицидами помимо отрицательных последствий ведения сельского хозяйства природа страдает от вырубки лесов проводящиеся по всему миру для создания новых пассивных площадей наконец длинные маршруты перевозок увеличивают выбросы вредных веществ в атмосферу помимо того что в городских фермах не используются пестициды в них используется закрытая система водоснабжения кроме того поставляя продукты покупателям прямо на пороге без дополнительной транспортировки ферма имеет исключительно низкий углеродный след видение создателей экофермы это город в котором плоские крыши и заброшенные поверхности покрыты этими новыми системами выращивания каждый из них способствует непосредственному питанию городских жителей которые сегодня составляют основную часть населения мира компания агрипполь занимается городским сельским хозяйством эта компания имеет несколько центров в париже где выращивает овощи и фрукты на крышах я посетила одно из таких мест на крыше детского спортивного комплекса в центре парижа здесь вы можете увидеть как выращиваются фрукты и овощи на крыше в этом центре также проводится обучение для детей вы можете увидеть из грядки где дети выращивают овощи также здесь есть компост вот несколько компостных баков мы даже заглянем внутрь что очень здорово компания агрипполис предлагает не только покупать фрукты и овощи также здесь есть обучение и не только для детей люди здесь могут пройти курсы садоводства в городских условиях здесь обучают гидропоники аэропоники системам ухода и сбора урожая я вам расскажу о плюсах и минусах urban ферм плюс номер один социальный городское сельское хозяйство имеет огромный потенциал это новые рабочие места кроме того обычно на urban фермах есть образовательные центры для детей и взрослых минус номер один качество продукции требует строгого контроля главным минусом urban ферм скептики считают качество продукции так как городская среда является загрязненной почвы в городской среде также загрязнены но чаще всего на urban фермах не используется почва так как применяются новые методы выращивания такие как гидропоника и аэропоника кроме того на городских фермах не применяются пестициды и химикаты что улучшает качество продукции обычно перед строительством проводятся многочисленные исследования для определения наиболее подходящего места расположения плюс номер два это улучшение экосистемы города дождевая вода в городской среде как правило не может быть поглощена обратно в землю так как поверхность покрыта бетоном вместо этого дождевая вода вместе с источными водами отводится в ближайшую реку или озеро где нарушает экосистему если бы городская среда была покрыта зеленью urban ферм то дождевая вода поглощалась бы ними также многие города перегреваются городское сельское хозяйство сохраняет города в тени и сырости сводя к минимуму энергозатраты на кондиционирование и также снижается вероятность проблем со здоровьем таких как тепловой удар минус номер два это экономическая эффективность экономическая эффективность urban ферм ставится под вопрос в городской черте стоимость недвижимости откладывает отпечаток на конечный продукт строительство теплиц или установка дополнительного освещения также требуют дополнительных затрат и увеличивают углеродный след urban фермы наиболее оптимальны для тех мест где не требуется дополнительного освещения либо создания теплиц некоторые города имеют в этом деле большой успех например токио привлекает внимание своими вертикальными urban фермами плюс номер три это снижение углеродного следа городские жители которые едят продукты выращенные в этом городе снижают затраты на транспортировку и также снижается углеродный след местная еда обычно свежее так как сокращается время потраченное на доставку кроме того urban фермы поощряют потребление местной сезонной продукции продукты более зрелые и более питательные сейчас мы с вами находимся возле парис экспо порты де версальс уже в 2020 году здесь будет открыта самая крупная в мире urban эко ферма на крыше на площади 14 тысяч квадратных метров будет выращиваться 30 сортов овощей и фруктов и силами 20 садовников планируется собирать в день до 1000 килограмм продукции свежая продукция будет использоваться для питания жителей города либо напрямую либо через схеме вегетарианской торговли либо через магазины отели и столовые на ферме планируют проводить экскурсии устраивать здесь обучающие занятия по городскому огородничеству лекции и мероприятия одновременно на крыше могут находиться до 300 человек в год организаторы намеренно принимать до 10 тысяч посетителей и для их комфорта откроют центр событий площадью 500 квадратных метров также на кровле начнет работу ресторан семейного типа который специализируется на высотных заведениях с панорамным видом также кроме образовательной активности на ферме планируют сдавать в аренду местным жителям небольшие наделы земли если они готовы будут использовать их по назначению и не применять химикаты для удобрения вау не знаю как вас но меня очень вдохновило это видение будущего зелеными крышами в городах где будут выращиваться это продукты для жителей города расскажите в комментариях видели ли вы подобные фермы вместе где вы живете хотели бы вы покупать овощи выращенные таким образом и конечно же подписывайтесь на мой канал чтобы продолжать это путешествие вместе со мной пока пока а